По улице погибшей деревни огромными скачками мчался Уго. Он изрыгал чудовищные проклятия, но, если принять во внимание всю сложность текущего момента, изъяснялся почти исключительно по делу. Бежал Уго к центру селения, туда, где возле старого бука, временно превращенного в виселицу, обретался молодой рыцарь. По дороге немец сгреб двух пажей и одного сержанта с рожком на плечевой перевязи. С этими опытный воин общался тоже исключительно по делу. «Ты нашел оно-ка, Лучников, за дома, пошел рысью бородавка богоматери, ты слюни подбери мать твою, собрать коней вот у этого бука!» И закончил вовсе кратко, обращаясь к сержанту. «Дуди!» Последний все понял верно и над деревней залетали, сплетаясь тревожные переливы сигнального рожка. Испытанный Анри Анок вник быстро, сразу. Его лучники, самые легко вооруженные из всего честного собрания, вырывали из тюков бригандины, застегивая их на бегу, на бегу же накидывая шлемы. Пожалуй, они единственные, кто имел шанс снарядиться как положено и как привычно, а снаряжаться было надо. На холме с юго-востока собиралась немаленькая толпа вооруженных людей, чей внешний вид сомнений не оставлял. Мародеры. Солдаты, отбившиеся или сбежавшие из войска. Королевского ли, герцогского ли, не суть, важно. Нечищенные ржавые доспехи, рваная одежда, зачастую из чужого плеча, дешевое оружие и отсутствие даже видимости порядка, говорили яснее и ясного, дезертировавшие наемники, которые сбились в банду и после окончания войны собирались еще немного заработать. По здравому размышлению приходилось признать, что именно этот творческий коллектив являлся автором разгрома деревни. Впрочем, для здравого размышления времени не оставалось. От немедленной атаки бандитов удерживало лишь отсутствие даже видимости порядка. Пехота забыла слово строй, а потому сбилась в ватагу еще не полностью, до сих пор стягивая своих. Пока не соберутся, не нападут. Всадники на холме с севера – главная проблема. И эта главная проблема пока еще горячила себя перед смертоубийством, бодрыми выкриками кровожадного свойства и не трогалась с места. Но как только пешеходы будут готовы, они атакуют. Это было понятно с первого взгляда, да и со второго тоже. Пехоты у дезертиров кажется с полсотни, может семь десятков. Всадников куда меньше, около дюжины, но именно они представляли наибольшую опасность, ведь отряд Делорена спешился, рассеявшись по сельцу, а значит не мог рассчитывать на своих коней. От пехотинцев конный легко удрал бы, возможно, обменявшись парой стрел, но теперь об этом и мечтать было нечего. Первая попытка бегства привела бы к немедленной бойне. Филипп, которому расторопный паш подвел коней, рванул из торока на боку в ючной лошади собственное копье с баннером на конце. Рыцарь с размаху вонзил древко подтоком в землю, и на фоне неба заполоскался старый герб Делоленов, серебряные ромбы на червляне. А рядом остановился непрерывно трубящий тревогу сержант, туда же, как к боевому знамени устремились со всех сторон жандармы, слуги и пажи с конями в поводу, а кто уже и верхом для скорости. С грохотом летели назем тюки с железом, пажи резали транспортные ремни, жандармы рвали завязки и пуговицы, скидывая дублеты, чтобы как можно скорее впрыгнуть в поддоспешную одежду с заранее пришнурованными к ней наплечниками и наручами. Благодаря предусмотрительности УГО шлемы висели у сёдел, поэтому оказались в прямой доступности. Впрочем, из-за того же УГО, полностью вооруженного охранения, о котором столько было разговоров, после турне так и не выставили. — Забудьте про поножи, не успеем! — а рявкнул Филипп, увидевший, как Жераров Паш пытается приладить к ногам своего господина на голенике. Мимо Далалена, который вместе с Пажом бился с застежками своей ужасно модной бригандины, крытой синим бархатом, прошел Джон Синклер против ожиданий, полностью вооруженный. — Ага, мистер Филипп, кажется, сейчас мы проверим справедливость слов. Ну, чтоб перед нашими мечами никто не устоит. В прорезьях миланского барбюта с коротким наносником весело сверкали голубые глаза. — Какие будут распоряжения? — Рыцарь обернулся, оглядывая маленькое свое войско. Он искал УГО, ему как никогда нужен был веский совет, но веского совета не последовало. Немец рычал на пажей, которые путали с ремнями керасы, и на себя старого осла, который не подумал выслать дозоры. — Раз уж вы снарядились, пособите лучникам, мисси жан. Вот они выстраиваются против пехоты. Шотландец коротко кивнул, и шак его обратился в сторону дизаня, который перекрыл единственную улицу. Анрианок размахивал кордом, выкрикивая команды, что-то вроде «Бей по ногам, чем больше раненых, тем лучше!» «Учитесь!» — крикнул УГО, напяливавший шлем. — Сразу видно толкового человека. Остался без пожара, снарядился первым. — Филипп, ты готов? — Почти! — ответил рыцарь, которому паш как раз подавал салат. — Надевай перчатки и садись на коня. Поехали, пообщаемся с этими вот. Бронированная клешня немца ткнула в сторону маячившей на севере конницы. — Вдруг пронесет. — Коня мне, червяки узловатые! — Жерар! — Жерар, повернись ко мне и слушай! Мы постараемся выгадать время, не порогать его окончательно. Всех ездовых лошадей у дерева, с ними два пожа. Все прочие, и ты сам, на конь! — Ждите здесь, в центре площади! Бойцы заканчивали дозволенные временем приготовления. Солнце жарило из голубых небес, а повешенные скрипели веревками, мирно покачиваясь на суках. Воздух смердел мертвичиной, а деловитая ругань и недовольное всхрапывание коней сменили, наконец, звуки заткнувшегося рожка. Филипп взлетел в седло, развернул коня на пятачке, вырвав из земли копье. По левую руку от него замер конь де ламье. — Поехали! — Голос немца скрежетнул из-под арме. Бургундец пощекотал гнедой бок шпорой. Дистриет двинулся шагом, а рыцарь тихо спросил, подняв подбородок над стальным бартолем, так, чтобы его было слышно. — Что ты задумал? Нас обоих прямо сейчас не закопают на вершине от холмика. Это ж не королевское войско, обычаи в войны не соблюдают, святость фигуры посла им незнакома. — Может, и закопают. Но это же мародёры. Им скучно, им любопытно. Не встречал ни одного мародёра, который откажется почесать язык, тем более деваться нам некуда, они это видят. Не слепые. — Тогда чего тянуть? — Рысьё! Марш! Кони ударили копытами в сухую землю. Молодой рыцарь и его воспитатель двинулись вдоль изродованной улицы, а солнечные лучи принялись играть в свои легкомысленные игры на бронированных боках. У Го был увешан оружием, как праздничное дерево подарками в день урожая. В временной петле на правой рукавице болтался мрачного вида шестопёр с цельно-стальной рукоятью. На перевязи — длинный меч и кинжал. У Луки седла — боевой топор с шипом на обухе. Филипп, кроме меча и кинжала, вёз, как и было сказано, копьё с баннером. — Ланц тебе зачем? — проворчал немец сквозь топот копыт, обозревая неровную шеренгу всадников на холме. — Из соображений любопытство. Бандитам должно быть интересно знать, что выпад Рашетани не Абыкову, а сына штатгальтера Эно, шембела на двора его светлости. — Соображаешь? Между тем быстрые конские ноги сожрали половину расстояния до холма, после чего Филипп ещё раз блеснул соображением, предложив уж совсем не наглеть остановиться на выезде из деревни. У Гобл не против, и оба всадника замерли возле поваленного плетня последнего дома, который при жизни отличался красной реечной оплёткой стен, а теперь был мёртв и не отличался ничем. Делален покачал копьём из стороны в сторону, приглашая к беседе. Вид яркого, вытканного серебром флажка, полощущегося в воздухе, оказался достаточно заманчивым. Матерные крики, не утихавшие на холме с того мига, когда на него выехал последний всадник, приобрели адресный характер. Конные горячо обсуждали личности двух расфуфуренных дворянчиков. Впрочем, деталей друзья разобрать не могли. Сперва им мешало расстояние и шлемы с толстыми подшлемниками, а после только шлемы. Наконец, всадники на холме разразились дружным хохотом, а от шеренги отделилась одинокая фигура. Конный отряд представлял изрядное зрелище. Часть вояк выглядела потасканно, но вполне браво. Другая, большая часть, были родными братьями своих пеших коллег, стёганые куртки с кривыми заплатами. Поверх у кого-то были надеты стальные плакарты. Кто-то обходился кольчугой, а кто-то только кольчужными рукавами, пришнурованными к куртке. Один герой щеголял в правом немецком наруче с налокотниками на внутреннем ремне. Левый при этом был итальянский, с шарнирным креплением деталей. Зато все были в шлемах, пусть разношнёрстых и помятых. Да и оружия хватало хоть и некрасивого, но от этого не менее смертоносного. «Вот это воины!» «Что-то я не припомню такого отребья ни в герцогской армии, ни в королевской», – сказал Филипп. «Плохо смотрел!» «Впрочем, готов спорить, эти на конях – банда, как это, по-вашему, чёрт!» «Раубрита!» «А, яволь!» «Рицарь-грабитель» – те, что пешком прибились к опытному человеку. К друзьям ехал единственный всадник, похожий на рыцаря, в полном доспехе, который, правда, не видел в щётке, наверное, с месяц. Даже кераса была со следами многократного употребления по назначению – тяжелое, грубое железо неизвестного происхождения, где вместо клеем красовались заплаты и выправленные молотом вмятины. «Раубриттер», если догадка у Го была верна, и это был именно рыцарь-грабитель, а не сдёрнувший из армии сержант. Остановился в шагах десяти. Уже можно было говорить, а не перекрикиваться, но ещё сохранялся шанс быстро задать трякача, коли разговор пойдёт слишком горячий. Лицо пришельца, насколько позволяло рассмотреть откинутое забрало Гран-Босине, оказалось таким же попользованным и авторитетным, как и его латы. Ростом он был невелик, зато плечи имел широченные. Молодой бургундец трудал коня на шаг вперёд, обозначив старшинство звания, и поднял забрало. Позади раздался щелчок, это де ламье большим пальцем выдвинул меч из ножен, проверяя свободу хода. «Я, Филипп де лален, поверенный его светлости герцога-бургундии Филиппа Волуа, владыки этих мест. Кто вы и по какому праву окружили герцогский отряд?» Пришелец молчал довольно долго. Вдумчивый псаломщик успел бы осилить Паттер-Ностер до Сикутенкелютентерра, после чего лицо Раубриттера пришло в движение. Десяток шрамов, которые, казалось, связывают все его части воедино, сложились в гримасу, шевельнув редкие пегиусы. А он заговорил неожиданно высоким, почти детским голосом. «А я Вилли Хренадой, больше известный как Вилли Смертьшлюхом, сам себе владыка поспорь по дикам». Филипп слегка опешил от внезапной рифмы и от странного несоответствия внешнего вида голосу, и от непривычного титулования, конечно. «И, простите, как вас лучше звать, Сир Хренадой, Сир Смертьшлюхом или…» Вороной чужака фыркнул, замотав башкой, как будто смеялся. А тот ответил. «Обычно меня не зовут, и обычно я прихожу сам. Вы меня не ждали, а я уже тут, толковый непогодав, на резвом коне вижу радость в крови и вине». «Однако я как поверенный требую ответа. По какому праву вы окружили отряд его милости герцога?» Раубриттер, не задумавшись, ответил обычной скороговоркой. «Окружили отряд его милости, потому что скучаем, потому что могли. Хотим проверить отсутствие хилости и не боимся ни милости его милости». «Я настаиваю на ответе, как поверенный…» Филипп надавил голосом, но пришелец его довольно-таки негалантно перебил. «А ты поверенный… хером проверенный…» Даже очень тупой и недалекий человек догадался бы, что над ним издеваются. А младший Делален, как мы могли убедиться, был во многом неопытен, но вовсе не туп. Все понял и уго. «Слушай ты, коготконогий кусок бычьего говна!» Зарычал немец, трогая коня вперед, причем его акцент от злости сделался и вовсе ужасен. «Деревню, ты шок!» Раубриттер не испугался и даже не изменил своей дурацкой манере изъясняться. «Жег деревню я, хотя и не один, задачка непростая даже для меня, трудились все вместе, не ушла ни одна свинья!» «Ах ты… фу!» Деламье сплюнул, но неудачно, длинная пледь слюны повисла на керасе. «За это будешь висеть! Вот на этом самом дереве!» Угодкнул правой себе за спину, туда, где виднелся бук с его кошмарными украшениями. Шестопер качнулся на темляке, грохотнув аналокотник, а злобный мерин немца оскалился и заплясал под седоком. К лязгу стали прибавился грохот кованых копыт. «У-у-у, сдается мне благородный сир, это вызов на бой, не приглашение на пир! Кому висеть, рассудит меч, дозвольте откланяться, и до скорых встреч!» Разбойник улыбнулся, что, впрочем, куда больше смахивало на давешний оскал немецкого коня, дернул повод и погнал на холм. Поспешили к своим и наши знакомые. «О, тварь!» – мзло крикнул Филипп. «Он еще издевается! Хреном проверенный! Я тебе проверю! Разбойник, ты верно рассудил!» «Их четырнадцать!» – ответил Угодк, пересиливая глоткой копытную дробь. «Кони у половины дренные, доспехи еще хуже! У нас семнадцать всадников, если ударим дружно в копья снесем сходу!» «А пехота? Вон их сколько! А лучников против них десяток, да шесть кутелье, да шотландец! Они их не только не остановят, даже не задержат толком!» «Сброд, а не пехота, плевка не стоит! Стопчем конных, потом развернемся и ударим в тыл той сволочи! Другие предложения поступят!» Другие предложения не поступили! Впрочем, Жерар, встретивший их во главе снаряженного отряда на площади, такому плану не сильно обрадовался и даже высказал ценное замечание после того, как Филипп про позицию Го озвучил. «Ога, все хорошо! А если за тем холмом нас караулит еще десяток парней с алебардами? А если три десятка? Что-то там за спинами этих ублюдков на конях вы же не рассмотрели!» Задумавшись, следовало признать опасения юного дворянина вполне ценными. Но задуматься уже никто не успевал, пришло время действовать. А так как других планов выработать не поспели, как говорится, за неимением Гербовой пришлось писать на обычной бумаге, если вы понимаете метафору. На северном холме Хриппло взвыл рог, ему ответил дружно рев пехотинцев с другой стороны. Вся ватага, сбившись в плотную кучу, устремилась к деревне, наставив пики и алебарды. С севера вторично завыл рог, но кавалерия ехидного мерзавца Раубриттера с места не сдвинулась. По донкам он был, конечно, законченным, но соображал. Сколько всадников в деревне, ему было не разглядеть, мешали дома и расстояния. Лезть самому на рожон при таком раскладе – никакого резона. Значит, бургонцам или придется атаковать вверх по холму, что здорово снизит мощь копейного удара, или биться против пехоты, которая ждать не станет. Пехоту не жалко. А вот ударить по завязшим в ее плотной массе всадникам – это ж милейшее дело. Филипп, пристав на стремянах, обозрел поле скорого боя под рукавицу. Солнышко светило уж очень немилосердно, и вмиг все понял. Расторокные лучники, воспользовавшись паузой, добыли где-то две раздолбанные телеги, пяток тяжелых скамей и какие-то бочки, каковые, и покидали поперек улицы. Получилась хлипкая, но все-таки баррикада. Против пяти шестидесятков пеших поможет, пока те не развалят преграду или не догадаются обойти дома. Те, к сожалению, монолитные стены не приставляли. Выбора Делалену паскудный рыцарь-разбойник не оставил. Надо было атаковать первыми при всей невыгоде движения в горку. «Ну что, ого!» – выкликнул рыцарь, яря себя перед боем. «А-а-а, дерьмовое дело, не купился, гнида казематная. Придется начинать нам!» – ответил Деламье, принимая отруженосца копье. «Давай в шеренгу и командуй!» Бургундец занял место по правому флангу. Все невеликое воинство построилось в три шеренги. Впереди – Филипп со своим дядькой, Жерар и три жандарма. Позади – кутелье и пажи, способные к бою. Вся надежда была на первый удар отлично вооруженных и снаряженных всадников в голове отряда. Даже при том, что все они не успели надеть поножи и только двое снарядили коней стальными налобниками, бургундцы наголову превосходили своих визави качеством доспехов и лошадей. А вот долгое рубки на мечах допускать было нельзя. Разбойники, судя по всему, люди бывалые и легко пустят кровь хуже защищенным кутелье и тем более пожам. Не стоило забывать и о лучниках, которые могли выжить только если всадники успеют вернуться вовремя и обрушиться на вражескую пехоту. У Филипповой армии был всего один шанс, а время поджимало, съедаемое каждым шагом пешей ватаги, что атаковало с юго-востока. — Вперед! Шагом! — Парш! — раскатил Дололен и отрезал себя от мира гранью забрало. Кони шли плотно, как говорится, держа всадников сапог к сапогу. Кавалькада двигалась между когда-то уютными крестьянскими двориками, а за спиной все так же болтали остались повешенные, безразличные ко всему. Позади у страшного бука взялись за дело лучники Анри. Дизанье выглядел браво и надежно, как полагается командиру Лейб лучников его светлости. Бригандина, крытая коричневым бархатом, кольчужная рукава и юбка, на шее пелерина плотного плетения, на голове венецианский салат с затейливой арабской вязью. Теперь испытанный воин внимательно оглядывал толпу разбойников, уже почти достигнувшую деревни. Глаза его обратились чем-то вроде точного измерительного прибора, который высчитывал туазы и шаги. Он весь собрался, как арбалетная дуга, и выдохнул, хлопнув одного из лучников по спине. «Давай!» Лучник, видимо, был из того разряда, который англичане, всем известные любители гнуть смертоносный тис, называют марксманами. Кивнул и взялся за стрелу. Вырез в ее пятки лег на тетиву, после чего все тело лучника пришло в слитное движение. Левая нога уперлась в землю, плечи развернулись, корпус отклонился назад, а лук взлетел к небу. Миг! И тетива щелкнула о левый наруч, стрела рванулась к цели. Страшный срезень запел короткую песню, а серые гусиные перья вторили ему неслышным шелестом. Пехота как раз сгрудилась в сотни туазов от баррикады, словно размышляя, идти вперед или обождать. Наконечник шириной в три пальца, изогнутый как полумесяц, вонзился в бедро крупного мужчины, пониже подола кольчуги, родив крик и поток крови. Марксман вовсе не собирался останавливаться на достигнутом. Первая стрела не успела еще найти свою жертву, когда вторая, выдернутая из земли, где обреталась в компании пяти других, уже пела в синем небе. Стальное граненое шило безвредно ляжгнуло чей-то шлем, канув из нашей истории навсегда. Третий выстрел оказался удачнее. Древко затрепетало в плече здоровенного парня с глефой, который стоял в глубине ватаги и орал что-то похабное. Потом он тоже орал, но уже без слов, вовсе утратив желание воевать. Этот крик, казалось, тронул лавину. Если поначалу пехота могла двинуться в обход домов, что было бы весьма разумно, то теперь тощий мужик секиры в ржавой керасе на цадно завыл и что-то вроде «А, сука, что вы встали, бараны, ждете, пока всех перещёлкают, а то их в пике их, в топоры!» И помчался вперёд, вращая в воздухе своим жутковатым орудием. За ним ломанулись остальные. Встала пыль. В перемешку замелькали копья, лебарды, кузы, ещё что-то неузнаваемое, но страшное. Обгоняя клубы пыли и топот десяток ног в грязных чулках летел сокрушительный рёв. «Бей, Кали, бей, убивай, а мать-перемать-перемать!» Разявленные рты, шлемы, кольчуги и драные стёганые жаки – всё это понеслось по улице, норовя снести хлипкую баррикаду. «Теперь разом!» Крикнула ног, подхватив лук. «Надь, тетивул! Стре! Эй!» Десяток стрел хлестнул по толпе и будто пропал в пыльной мишанине ног, тел, оружие. «Стре-ле-ле-ль-ляй!» Лёг новый залп. Вместе с ним на землю легли люди. «Стре-ле-ль-ляй!» И снова в клубах пыли кто-то осел, задёргался, уронил пику. Но не остановить! Катящийся вал распалённых детин так просто не отсечет баррикады и тонкой линии лучников в блестящих шлемах. «Надь, тетей, ву!» До телег, бочек и скамеек с оглоблями осталось шагов двадцать. Такое расстояние зона смерти. Толковый лучник с двадцати шагов положит выстрел в двухдюймовое кольцо, а стрела успеет выровнять полёт. На двадцати шагах бронебойный наконечник, выпущенный упругим испанским тисом, может пробить даже закалённую керасу. «Стре-ле-ль-ляй!» Удар десятка стрел ужасен, будто коса прошлась по колосьям. Но пехота, окровавив изголовье своё, не остановилась. По раненым, по трупам не разбирая, сейчас она врежется в баррикаду. «Луки прочь!» Гаркнул Анок, и вдоль шеренги побежал молоденький кутелье, подхватывая оружие. Все же прочие взялись за мечи и корды, и кулачные щиты, что ждали часа на поясах. «Синклер, помогай!» Шотландец, подхватив двуручную секиру с молотом на обухе и четырёхгранной пикой в вершине, шагнул вперёд к телегам. За ним полыхнули на солнце бургундские клинки, а далеко позади послышался ни с чем не сравнимый ляск, столкнувшийся на копьях конницы. Дестрие шли плотно. Филипп жалел лишь о том, что нельзя развернуть всё воинство пошире, не пускала теснота улиц. А как было бы славно выйти двумя шеренгами и враз охватить врага с флангов за счёт более длинного фронта. Но никак. Заниматься перестроениями перед вражескими копьями кому такое в голову придёт? Из деревни вышли скорым шагом. Значит, пришло время набирать ход, чтобы влететь на холм со всего разгона. Р-р-р-сю! Надсаживаясь, заорал Далален и дал шпоры гнедому. Кони послушные воли хозяев набрали аллюр. Начинался подъём, хоть и не самый крутой, но всё же. Дорога вместить всех не могла, поэтому крайние лошади шагали по траве, взрывая дёрн под копами. Из-под копыт летели комья земли, а деревня законскими крупами подёрнулась пыльной взвесью, пронзённой солнечными пиками. До шеренги конных разбойников, что оседлали гребень холма, оставалось, наверное, туазов с тридцать, и Филипп, напоследок обернувшись на своих бойцов, закричал. «Колопам! Копья к бою!» Позади его приказ подхватил сержант с рожком, раскативший трелет над атакующими всадниками. Привычные к строю кони собирались, изгибали шеи, прося повод, напрягали могучие мышцы и выстреливали себя вперёд на склон, мощно отталкиваясь задними ногами. Загрохотало. Жандармы пригибались в сёдлах, упершись от стремена, рыцарские копья падали на фокры террас, со стуком цепляя муфты аррет. Хорошо заметная фигура Раубриттера взмахнула лансом, и разбойники ударили навстречу. «На что же они, а? Это ж смерть!» Пронеслось в голове Далалена, который вмиг оценил, что половину в паршивых доспехах нанизут на копья в первой же сшибке, а всех прочих попросту растопчут. Что-то такое поняли и вражеские всадники. Казалось, их остановил сам вид бронированного вала жандармов, опоясанного гранёной сталью. Разбойники вдруг принялись оборачивать коней, которые оскальзывались на склоне, приседали, отбрыкивались, не понимая, что же от них хотят. Сшибки не получилось, да её и не могло быть. Вражеская конница бросилась наутёк, когда до бургундцев не оставалось и двадцати шагов. Всё это было настолько предсказуемо и потому так неправильно, что Филиппа облапил за спину холодный страх, просунувший ледяную глань сквозь броню боевой горячки. «Неужто за холмом засада, а Жерар угадал?» Жерар угадал. Достигнув гребня, жидкая ломаная шеренга разбойников развалилась, порскнув по сторонам. Бургундцы же мощным галопом вылетели на вершину. «Ах ты ж, ёпт!» воскликнул про себя Филипп, а вслух заорал, не надеясь даже, что его услышат за рокотом копыт. «Вперёд, вперёд, вперёд!» Только это и оставалось, ибо на той стороне горушки их караулил ряд грубых ростовых щитов, над которыми виднелись недобрые лица и, что хуже, взведённые арбалеты. Не меньше десятка. За стрелками стояли люди с настороженными копьями. Останавливаться было равносильно смерти. Оставалось подставить под плеть арбалетного залпа толстые нагрудники, не молить Бога, чтобы пронесло, и атаковать. В миг озарения, это поняли все жандармы, достаточно сообразительные, чтобы не осаживать разгон в столь неудобном месте. Тренькнули тетивы. Точно как совсем недавно Примон Лери в салат Филиппа словно молотом вдарили, подарив звон в ушах. Но шлем опять выдержал, а рыцарю удалось усидеть в седле. В самой серёдке споткнулся конь, и жандарм, лязгая латами, полетел на дорогу. Над холмом повисло обиженное ржание раненого животного и рык разъярённых рыцарей. Перезрядиться арбалетчики не успели. Боевые гистрии, в свою очередь, не успели испугаться. Миг и сотни квинталов конского мяса, брони и человеческой плоти обрушились на шпалеру щитов. Плохо вымуштрованные копейщики не успели сменить арбалетчиков, да и маловато их было, чтобы погасить атаку разогнавшихся жандармов. Раздался сокрушительной силы хрязг и треск. Во все стороны полетели обломки досок. Филиппово копьё вонзилось по прапор подключиться арбалетчику, но не обломилось, выгнулось дугой и выскочило из раны в брызгах крови и разодранного мяса. Конь сшиб грудью щит, а потом со всего маха врезался в копейщика, который успел лишь слепо ткнуть перед собой, чтобы потом исчезнуть под копытами. Строй засады был смят и разодран в клочья одним ударом. Жандармы пробили центр, а Кутелье и Старой Шеренге уже заезжали с боков, чтобы учинить резню. Но Уго не утратил хладнокровие. Его огромный Мерин ростом под стать седоку вырвался вперёд сквозь бегущих арбалетчиков, донеся хозяина на фланг. Там он перекрыл боком дорогу Делалену. «Отходим, быстро отходим, командуй пока можно!» Заорал он, откинув забрало, а потом хватил шестапёром через грибу коня. «Поворачивай всех назад!» Удар конницы вышел за меру всякой похвалы. Стрелков и их прикрытие снесли, как в балладах о короле Артуре, но случилось то, что неостановимо случается на войне и никогда в поэмах. Угодив в препятствие, даже такое дохлое, жандармские скакуны потеряли разбег, а строй смешался. И теперь прямо в его фланги несли свежие и нетронутые бойни конные бойцы Раубритера и он сам. Теперь толку в отличных дистрие не было, не было пользы и от качественных лад, да и численное преимущество исчезло как дым, пока арбалетчики, кто уцелел, улепётывали вниз по склону, но что им стоило поворотить назад, когда подоспеют свои конные? Филипп откинул забрало. В его лёгкие рванулся пыльный, но такой желанный воздух, а также нестесняемый теперь узкой смотровой щелью вид наезжающих всадников. Он крутнул коня на месте и уперся взглядом в сержанта трубача, который следовал подадить, как на привязи. «Трубеотход! Все за мной!» И подал отменный пример второго главного манёвра любой конницы. Первый – сокрушительная атака. Второй – стремительное бегство. Лучники оказались в самом неприятном положении, из коего предстояло выкручиваться. Выкручивались они без блеска, но уж как получалось. Первый натиск на телеге не увенчался ничем. Растащить их, пусть и плохо сцепленные, разом не удалось. Тем, кому получалось пролезть внутрь, доводилось столкнуться шотландцам. Тот единственный, успевший напялить на себя полные латы, не обращал внимания на половину ударов. А вот его двуручный топор с окованным древком, если попадал, второго раза не требовалось. Поверенный короля со смертельным навыком использовал и молот, и острый поток длиною фут и само лезвие. Трое остались лежать по ту сторону баррикады, а оружие шотландца покрылось кровью и мозгами. Сам же Джон Синклер высылся над схваткой, как стальная ладья над шахматным полем. Но первый успех не мог обмануть никого. Разом поумневшие мародеры за преграду не лезли, а люди с глефами и топорами уцепили крючья за борта телег и повлекли их в стороны. Баррикада должна была рухнуть в считанные мгновения, и тогда Анок выложил следующий, последний довод из своего небогатого запаса. «Давай пошел!» Заорал он так, что глаза на лоб полезли. Перекошенная ставня дома по левую руку улицы вдруг отлетела, а в окне показался арбалет. Арбалет был слабый охотничий, то, что Анри отнял у отрядных пажей. И отнял он их четыре штуки. Теперь все они, заранее снаряженные, стояли у стены в комнате дома. Там же расположился наиболее ловкий кутелье. Четыре болта, один за другим, ударили по самым отчаянным дезертирам, которые растаскивали баррикаду. Толпа, посеченная тяжелыми стрелами, отхлынула, оставив на земле два тела. Но больше никто не стрелял, и все тот же тощий мужик, поднявший людей в атаку, снова принялся надрываться, потрясая оружием. «Вы бабы! А ну за мной, гнойные вы шлюхи!» И он подскочил к телеге, зацепив ее бородкой топора, рванул на себя. «А то их навались!» Мародеры навалились. Телеги поползли в стороны, стали опрокидываться, а толпа грабителей взвыла от восторга, взревела и хлынула в открывшуюся брешь. Кабы драка происходила на море, опытный моряк мог заметить, что пора сливать воду, в том смысле, что дело оборачивается пропащей своей стороной. Только не случилось поблизости моряка, и все было очень сухопутно, оттого незатейливо. Синклер встал на пути серого, льняного и грязного половодья, ощетинившегося копьями. Рядом с ним сбили шеренгу лучники и кутелье. Врагов было слишком много, но они не могли рвануть все разом через достаточно узкую брешь. Но сколько же их было на каждого защитника баррикады, и было у них в запасе полно длинного оружия. В первом натиске отчаянный порыв не дал им этого сообразить, сказалось отсутствие подобия дисциплины. Поэтому шотландец разом отбил древком копье самого храброго, а может тупоголового, после чего приголубил его молотом. Удар получился не самый сильный, поэтому круглая железная каска выдержала, а ее обладатель просто сел на задницу, тряся башкой. С другим справился дизанье, взявший глефу обухом корда и лучник, который из-под руки командира тыкнул грабителем мечом-бастардом в лицо. Сразу два упавших в проломе человека, причем живых, отчаянно мешающих товарищам, позволили шотланцу добиться успеха. Он, размахивая топором, заставил всю толку попятиться прочь. Никто не хотел сойти с ним, ибо все видели, чем это грозит. Но, по всему судя, сие был последний успех. Мародеры орали, распаляясь перед новой схваткой, и как-то сами выровнялись в линию, которая вмиг поросла пиками. — Так, — крикнул тощий дезертир из-за спин. — Давай по малу, шагом. Нас садить их на пики, давай шаг. И шаг, и шаг. Повинуясь команде, толпа, да пожалуй, что не толпа, а строй, двинулся вперед, разом преодолевая не больше того самого шага. Синглер встретил пики секирой, но их был, наверное, десяток. Их было ни сгрести, ни поломать, ни прорваться до плохо доспешенной, но отныне сплоченной шеренги. Шотландец вынужден был только отбиваться, прервать уколы, принимая часть на доспех. С боков его, как получалось, прикрывали лучники, поголовно вооруженные мечами, слишком короткими, чтобы соперничать с ежом. И еж этот неумолимо полз вперед, а глаза разбойников под срезами касок горели радостью скорой победы. Что долго все это не продлится, понимал каждый, стоит в атаке пройти через баррикаду, она раскинется, разольется, обнимет малочисленный дизайн по флангам, и тогда конец. Остановить же десяток пикинеров, пришедших в ум, было невозможно. Можно было только замедлить, выгодав время. Чем шотландец занимался? Ему удалось отрубить одну пику, но ее тут же заменили. При этом любой укол мог стать для королевского поверенного последним. Найдет наконечник дорожку, ведь доспех сделан не для того, чтобы не было больно, а для того, чтобы не было страшно. Кстати, о времени. Пора. Очень пора было появиться кавалерии. Дизайн выгодал достаточную фору и нуждался в помощи. И она появилась. Правда, не совсем так, как надеялись лучники. Филипп несся к деревенской площади, к старому буку и временный коновязик сражающимся лучником и гадал, как скоро выйдет развернуть коней навстречу разбойникам, которые наседали с тыла и выйдет ли вообще. Слава создателю, что с холма унесли ноги, но ведь это всего начало истории. Как она окончится, надо было еще поглядеть. А глядеть предстояло очень скоро, почти сейчас же, ведь до площади оставались какие-то жалкие десятки туазов. Там, хочешь не хочешь, придется разворачиваться и бить навстречу раубриттеровой банде, а она уж очень здорово взяла ход. То, что рыцарь видел перед собой, было всего хуже. Мародеры растащили баррикаду и теперь наседали на лучников, которые вроде бы пока держались, но это могло измениться в любой момент. И вот она, площадь. Филипп поднял копье с окровавленным баннером, натянул поводья и… увидел странное. То, чего он не мог ожидать и не ожидал. С юго-востока, из лесу, летел-спешил отряд всадников. Сверкали на солнце латы, качались над шлемами ряды копий, а стремительный аллюр сокращал туаз за туазом. Шел отряд дружно, шел прямиком в спину ничего не подозревающей пехоти, которая полностью втянулась в драку. «Или подмога, или довоевались!» – решил Доволен и одними шпорами развернул коня кругом. «Расступись!» – крикнул он и захлопнул забрало. Он с места взял вголоп, не обращая внимания на обтекающих его по странам товарищей. Он бросился на догоняющих разбойников. Он пошел прямо в центр, на Рао Бриттера, который атаковал, наставив копье. О, эту игру Филипп осваивал с раннего детства. Как только смог удержаться на спине деревянного коня, которого тянули за веревки, то есть лет с четырех. Рыцарь спорил в ней с лучшими турнирными бойцами Европы и, случалось, побеждал, а уж эти люди были мастера из мастеров. Что ж… Утоптанная площадка, враг в прорези шлема, добрый конь под седлом и копье у стремени. Деололен не стал свершать ошибку новичков и сразу опускать оружие, древко слишком длинное и в скачке его быстро раскачает, не прицелишься толком. За Рао Бриттером спешили его подручные, кто слегка, кто заметно отстав. После сшибки, чем бы она ни закончилась, Филиппу предстояло схватиться с одним, а то и с несколькими разбойниками, но он об этом не думал, некогда было. В тот бешеный день никто не успевал как следует задуматься, в том числе наш бургундец. И очень зря. Потому как Вилли Хренадуй, больше известный как Смерть Шлюхов, явно не умел биться на турнирах и был до сих пор жив, а значит знал нечто, чего не знал Филипп. Например, Вилли Хренадуй вовсе не собирался сшибаться с Филиппом, как на Джостре. И ищите дурных, сойтись с бургундским вельможей копье в копье. Когда Гнедуй почти донес Филиппа до половины площади, тот верный правильной науке конного боя плавно опустил древко на фокор и уперся в заднюю луку. Он нацелился супостату под мышку, имея в виду или проткнуть его насквозь или вынести прочие седла страшным диагональным ударом. Но, как говорилось выше, у рифмоплёта Вилли и в мыслях не было идти на сшибку. В мыслях у него было выжить и поиметь богатеньких бургундцев, у которых было чем поживиться. Насколько он видел, задумка удалась ему полностью. Выманил жандармов на засаду, а герцогских лучников подставил под пехоту, а значит зачем риск? Раубрит резко бросил коня вправо, разойдясь острием копья на добрый фут. Удар Филиппа грянул в пустоту, а действие понес рыцаря прямиком на всю конную банду, что догоняло своего мужака в шагах пятнадцати. Бургундцы только успели развернуть коней и взяться за разгон, в то время как их шеф через миг должен был оказаться в полном окружении. Хитрован Вилли этого не видел через узкие прорези Гран-Басине, но обо всем отлично догадывался, поэтому бросил коня в обратную сторону, влево, чтобы не подставляться под жандармов, которые наконец сообразят в чем дело. Об одном Хитрован Вилли не догадывался. Был в рядах жандармов один не менее сообразительный, чем он сам, и вполне умелый на коне. В смотровых щелях появилась высоченная фигура, облитая пылающей сталью. Без копья. Ну что же, не первый раз… Вилли перекинул ланс через гриву, наладившись ударить не в меру прыткого латника в горло. Скорости тот не набрал, достать копьем не мог, в силу отсутствия такового, а значит… Ого, как и Раубриттер, относился к войне крайне практически. Посему просто поймал темп Ресси, который шел его серой дистрие, привстал в стременах и сильно отклонился в сторону, вымахнув вооруженную руку над головой. Когда же копье Раубриттера безвредно скрежетнуло по скуле забрало, хватил шестапером в лоб. Вилли Хрирадую показалось, что он налетел головой на стену. Немец же, подхватив пернач, отскочивший от шлема, развернул его и добавил в догон по затылку. В глазах Раубриттера погас свет и зажглись звезды. Он сам не заметил, как повис на боку лошади, а потом в него врезался разогнавшийся мерин одного из конных сержантов. Разбойник вылетел из седла, запутавшись такой в стремени. Конь поволок его по пыли, то и дело отбрыкивая, чтобы сбросить досадную помеху. Деламье устремил своего серого к той куче мале, что образовалась вокруг Филиппа. Бургондец врезался в свиту Раубриттера и ни в кого не попал, ибо ему не хватило времени навести копье после первого обидного промаха. Он отбросил древко и схватился за меч. Дело это привычное, а вот мужик в короткой кольчуге и мятом айзенхуте, который подобрался сзади и ухватил за плечи – нет. К такому привыкнуть невозможно. Филипп шпорил коня, вертелся в седле, пытаясь стряхнуть цепкого всадника. Левым навручем он одновременно отбивал наиболее смертельные удары, которым осыпали его попеременно два разбойника, оставшиеся в стороне. Один был вооружен короткой полупикой, а второй секирою. Получалось куда как нескладно, поэтому наименее смертельные удары Девален принимал на доспех. И все никак не мог вытащить меч и стряхнуть наконец мерзкого хватало сзади. Вдруг правая рука исчезла с Филиппова наплечника, и он саданул бронированным локтем туда, где природой предполагалась вражеская голова. Движение получилось очень вовремя, ибо рука исчезла не просто так. Доморощенный борец в седле полез за кинжалом, а кинжал в схватке – страшное оружие. Ведь самые прочные миланские латы имеют бреши, прикрытые одной лишь кольчугой или вовсе не прикрытые. Для кинжального жала есть лакомая цель. Однако жала ножем не покинуло. Налокотник бургундца должен был угодить точнёхонько в нос разбойника, но тот успел накладить стальные поля Айзенхута. Его слегка отбросило, а Филипп смог выбраться из сутолоки, сообщив коню шпорами, что пора прыгать. И конь прыгнул, отбив в воздухе копытами назад. Задний сегмент наплечника догнала полупика, на чём успехи разбойников окончились, ибо в свалку врубился немец и его шестопёр. Не обратив внимания на секиру, которая безвредно прозвенела по закалённому нагруднику, он разбил лицо нападавшего и занялся тем ловким парнем, кто так не достал кинжала. Он не мог качественно приложить его, зато мог теснить его лошадёнку грудью своего огромного дистрие, чем и занялся. В это время человек с секирой, но от ноги без лица, рухнул с лошади, которая унеслась скачками. Филипп наконец показал меч солнцу и бросился на обладателя полупики. Всё это заняло малые мгновения, но их хватило, чтобы жандармы, друг Жерара и Шредго Кутелье взяли разгон и сшиблись с разбойниками. Началась потеха кое у француза, а следом и бургундцы испокон веков называют «меле-алансьен» сватка по-старинному. Там кони бьются наравне с людьми, пинаясь, кусаясь, наваливая горячих коваными копытами. Самый сильный и рослый конь всей не очень честной компании принадлежал Вилли Хренадую и как раз успел избавиться от седока, а значит выбыло соревнование. Все прочие здорово уступали статью вышкаленным и отменно здоровым действие жандармов. Разбойники начали вылетать из сёдел, порубленные мечами или вышибленные беспощадным капреолем. Будь на месте грабителей добрые рыцари – плохо бы их дело, но разбойники – особый сорт. Увидев, что грабеж скрывается в тумане войны, а на его месте отчетливо проступают три фута отточенной стали под ребра или того хуже – петля, они как-то разом без команды и очень согласованно бросились драпать во все стороны, будто камень упал в мелкую лужу, расплескав её брызгами. Первым дал дёру парень с полупикой. Филипп как раз собрался страшно отомстить за бархат бригандины, который тот и стыкал, пока бургундец боролся с мерзким хваталой. Дважды он отбивал уколы и дважды почти доезжал до врага. И, пожалуйте, удар полутороручного меча бастарда рухнул в пустоту. Только копыта замелькали, заполоскался пегий хвост, да в прорези забралась, закачалась в такт голопу изношенная бригандина старше филиппового батюшки. Зычный крик уго поставил в схватке точку после многих запятых, что написали арбалеты, копья и мечи. «Стоять, сучьевымя! Не преследовать! Стоять!» Десять или, может быть, девять разбойников утекали на мелких лошадках в рассыпную. Гоняться за каждым было бы очень глупо, если учесть непонятные дела на пехотном фланге. Ого, в отличие от Филиппа, затянутый по глаза в глухой арме, не рассмотрел, что к задранному хвосту ватаге пеших мародеров подбирается какой-то отряд верхами. Или это старые глаза стали подводить германского рыцаря из неведомых земель? Словом он забывал? «Стоять, стоять!» Ни о чем не думая, кроме как о том, что ворочить кавалерию на помощь погибающему дизаню. Дизан, между тем, вовсе не погибал, хоть и вышло это чистым чудом. Неведомые всайдники заранее прикинули ширину улицы, построились плотной колонной и взяли добрый разгон. К развоевавшимся разбойникам они подъехали, подлетели в бешеном карьере, свалившись словно черепица на голову. Точнее, под зад. Даже в плохих доспехах пехота может выступить страшным противником для кавалерии. Был бы в рядах порядок и длинные пики. Если строй не размечет паника, при виде несущейся лавины оскаренных пастей в пене, копытки расы копий, пехота могла не только устоять и отбиться, но и нанести поражение рыцарям. Сколько раз это было доказано? Шотландцы, буйные фламандские горожане, англичане с их луками и спешенными дворянами и, конечно, несравненные швейцарские казапасы. Все они доказали максимум старика Ксенофонта. Пехотинцы, стоя твердой ногой на земле, могут увереннее поражать врага. У конницы перед нами только одно преимущество – она быстрее убегает. Но для этого нужны всякие разные обстоятельства. Обучение мустро, дисциплина и яростное желание убивать, забыв о своей жизни. Со всем этим у разбойников были известные пробелы. Да и внезапный удар в самый тыл, как бы мог сказать грубый уго, в грязную дыру, что на жопе. Непростое испытание для лучшей пехоты в мире. Кавалькада на полном скаку взяла мародеров в копья, а потом в копыта и мечи. Филипп и де Ламье не успели подвести жандармов к сражающимся лучникам, как все было кончено. Послышался жуткий треск, ему вторили вопли. Голова колонны таранила грабителей, как соломенную мишень. После первого удара тела полетели в стороны, будто от залпа дробосечным железом из пушек. Да-да, именно тела живых там не могло остаться. Голова колонны, что выселась по плечи из массы грабителей, обнажила мечи. И только тогда к месту боя подоспели герцогские жандармы. Опытный Анри Анок, все верно увидевший и услышавший, успел отволочь за руку шотландца. Лучники те сами порснули за телеги. Мимо них в клубах пыли промчался конный клин, и картина повторилась еще раз. Тореск, хлюпанье, вопли, ржание и много красок. Красных, багровых брызг в перемешку с выбитыми челюстями, отсеченными конечностями и глазами, что выскочили из орбит при ударе кованого копыта в лицо. Только что узость улицы позволяла мародерам уверенно выигрывать схватку. Теперь же им некуда было деваться. И на улочку мертвой деревни будто бы выпрыгнул древний всеми забытый бог Марс и два его ненормальных сыночка Фобос и Деймос. Или это был старина Вотон, про которого магистр церкви Адам Бременский писал Вутон и Дестфурор. Вот он есть ярость. Всадники, оплоумевшие от того, что с ними могло случиться, не приди внезапная подмога, от безнаказанности, от бешеной скачки принялись рубить и топтать. Слышался неумолочный победный вой, одичалое ржание, крики погибающих, мольбы о пощаде, который заглушал грохот копыт, труск, столкновение железа и стали и хлюпающие звуки, когда меч встречался с плотью. Немногим удалось вырваться из ловушки. Ненадолго. Их догнали и убили. Далеко ты сумеешь убежать на своих двоих от коня. На очищенной от боевой силы улочке выслалось месиво из крови мозгов крестяного крошева и порубанных доспехов, а посреди всего горцевал вставал на дыбы боевой конь друга Жерара. Юноша, видевший битву, но никогда бойни, тонко визжал, обрушивая конские копыта на то, что еще шевелилось, а туда, где не поспевал Дистрие, вонзал меч-бастард. Когда его товарищи вернулись из короткой погони, весь доспех до Сульмона по самое гнездо для плюмажа был покрыт алой влагой и кусками мяса, в которых запеклась щедро поднятая пыль. Через недолгое время жандармы и внезапная подмога стали возвращаться из погони. Усталые, тяжко сопящие в шлемах, просоленные своим и лошадиным потом в хорошем кровяном маринаде. Впереди, в створе улицы, замерли три всадника. Один, очень высокий, в керассе, очень толстый, с чудовищно широкими плечами, тоже в керассе, нормального роста и, пожалуй, что стройный, в знакомой синей бригандине заметно утративший исходный благородный колер. Высокий откидал забрало арме и воззрелся до Жерара, который дожигал боевое беснование. «Эй, молодой!» – окликнул Высокий. «Молодой!» Жерар невольно перестал терзать поводьями рот коня, отчего тот немедленно успокоился и утомленно уронил голову. «Ага!» Голова в салате бестолково заворочилась. «В жопе! Нога!» – парировал Высокий. «Ого!» «Полвека, ого!» Он еще раз показательно осмотрел Жерара с головы до пятой, постановил. «Ну что тут скажешь? Тебя надо наградить! За зверство!» «Фу! Ну и вонища!» – сказал третий в некогда синей бригандине, открыв салат. Из-под старомодного барбюта второго всадника, толстого, пропищал препротивный тонкий голос. «Хотя порой чужие свойства нам причиняют беспокойство. Не трудно все-таки понять. Навоз не может не вонять». Его сивый мерин трижды качнул головой и зафыркал, словно соглашаясь. Филиппа, а это, конечно же, был он, повесил правую рукавицу на рукоять меча, обернулся, пошарил под бартерем и снял шлем. «Простите, сир, не знаю вашего имени, что с моей стороны досадное упущение, ведь я не могу по чести отблагодарить вас за столь вовремя подоспевшую помощь». Доломьев фыркнул не хуже сивого мерина. «Знаешь ты вашего имени, знаешь и довольно давно, это наш жирный приятель Петроний. Скажи, Петроний, а какого дьявола ты здесь делаешь? Только не надо лить мне дерьмо в уши. Я следы твоего коня давно изучаю, почти от брюги». Петроний не стал лить дерьмо в уши. Вместо этого он стянул барбют, ровесник то ли основания Прусского союза, то ли первого экземпляра Гутенберговой Библии. На солнце засверкали гладко выбритые лоснящиеся щеки и маленькие черные глаза. «Ну?» – поторопил Уго. «Ты выбрался из-за прилавка и влез в кирасу ради мациона?» Итальянец извлек из поясного кошеля кусок тряпки, чтобы промахнуть по целбам. Потом, аккуратно поместив ее на место, ответил. «Я, дружище, рад тебе помочь. И рад тебя видеть, но не настолько, чтобы переползти из-за прилавка пряняком в кирасу. Это он меня заставил». «Заставил тебя?» Уго, изумился так, что даже забыл спросить очевидное. О ком речь? «Много денежек, дружище. Очень много тертого серебра». «Да кто он?» – крикнул потерявший терпение Филипп, мотая головой по обе стороны от Уго к Петронию и обратно. «Он!» Толстяк ткнул большим пальцем через плечо, отчего скрипнули все сочледения наручи, явно помнивших хозяина в куда более стройном состоянии. Наставник и молодой рыцарь повернули коней, ибо вдумчиво смотреть за спину в доспехах – дело утомительное. Позади обнаружился прямой как копье и такой же стройный человек в высоких кавалерийских ботфортах, черном у пилянди поверх бригандины, которая сверкала заклепками через расстегнутый до пояса костюм. Шлем он уже снял, под ним обнаружилось худое лицо с миндалевидными карими глазами, полуседая борода и длинные волосы, в которых белого было куда больше, чем черного. Филиппу показалось, что он его встречал, причем совсем недавно, но вообще не может сообразить, где такое мгновенное затмение однажды виденного. Седовлас и учтиво склонил голову и отсрютовал поднятой ладонью в латной перчатке. Денален подумал, что удивление удивлением, а забывать о вежестве не гоже. «Простите, сир, мы обязаны вам спасением, вы поспели как нельзя вовремя. Как я могу вас называть?» Незнакомец тепло улыбнулся, и стоило ему открыть рот, как его чистый французский никого не обманул бы. Этот человек родился куда южнее богоспасаемой Бургундии, в чем гость не замедлил сознаться. «Я вовсе не сир, я магистр искусств и доктор медицины. Зовите меня Гектор Испанец или доктор Аурелио, или просто Гектор», и вновь поклонился. «Ну, гобало не так просто пронять». «Охренеть!» «Испанец!» «А что ты здесь делаешь, Испанец?» «Право, здесь неподходящее место для беседы. Давайте отъедем, я все расскажу». «Точно, воняет страсть как!» Жалобно воскликнул Жерар, чей конь все еще стоял по бабке в размозженных трупах. «Поедем отсюда!» Шотландец, стоявший у телег все время знакомства, опираясь на секиру, воскликнул. «Вот это да! Вот это у нас интернационал!» После чего присомокупил длиннейшую фразу на своем родном гельском, что-то вроде «Малах Мошайт Ортвак Нагалла». Ругался, не иначе. «Эй-эй-эй!» Загомонили на площади лучники, занимавшиеся делом, пока конница гоняла разбойников и знакомилась. «А вот смотри, кого мы повязали!» «Повязали, конечно же, Вилли, хренадуя!» «Или с чего бы столько эмоций!» Сей повод счел достаточным даже недовольный и подозрительный уго, и всадники поспешили на площадь в объезд улицы, куда наступать лишний раз не хотелось ни ногой, ни копытом. Понятно, во дворах тоже хватало мертвичины, но она не покрывала там землю в три слоя. Хотя шмон стоял такой, что хоть топор вешай и святых вон выноси. «Запашина-то какая! Как в старые добрые времена!» Пропищал Петроний, щурясь на солнце. «Ага!» Согласился Деломье. «Мне твое обличье всегда напоминает об этом амбэ, и наоборот, как почую вонь, сразу вспоминаю тебя». На солнце он не щурился, пусть оно вовсе не растратило жара, даже пройдя полдороги от полудня к закату, ибо на солнце он не смотрел. Смотрел он вместе с десятком других на неглубокую могилу, что вырыли на холме с северной стороны, подальше от смердящей деревни, хотя ароматы долетали и сюда. В могиле лежал жандарм, павший при том первом натиске, который встретили не рыцарские копья, а болты арбалетов. Поганенького качества оружия со слабшими без ухода тетивами не взяло его доспехом, зато вполне справилась с конем, который полетел через голову и в падении накрыл хозяина, сломав тому шею. Это был тот самый лотарингец, что осматривал разгромленное сельцо вместе с Филиппом всего ничего тому назад, хотя, казалось, будто год прошел. «Его звали Жиль де Водемон», — сказал Жерар. «Он был бастардом Антуана Лотарингского и вполне мог носить червленую перевесть тремя серебряными орлами на золотом поле, с брезурой, конечно. И как погиб? Где? Глупо! Как глупо вышло!» «Бастарды, младшие сыновья и коллеги!» — молвил шотландец, многое знавший о младших детях мужского пола. «Непростая у них судьба». «Судьба у всех одна, сир!» — отозвался Андреанок, расстегнув кольчужный ворот. «Я человек простой, но, сдается, император, король и герцог заканчивают в яме, точно как бастарды, коллеги и младшие сыновья. Зато погиб в бою, по-рыцарски». Филипп не мог найти правильных слов о покойном, поэтому выдал хоть что-то духоподъемное. «Сына всему этому, дерьмо!» — подытожил Уго. И в сторону трех пажей, маявшихся за спинами старших товарищей с лопатами в руках. «Загревай! И поставьте крест из каких-нибудь досок!» Немец посмотрел в сторону деревни. «А теперь пойдемте поговорим с этим хохмачом, мать тет 33 раза интересными способами!» «Так не годится!» — возразил Жерар. «Жиль де Вудемон христианин дворянского рода и погиб, сражаясь с нами в одном строю. Надо хоть молитву прочесть, а то как-то вовсе не по-людски». «Папа у нас нет, зато есть командир, ему и читать». Проворчал Уго и направился к старому буку посреди площади. За ним потянулись остальные, а в могилу полетели комья земли, падавшие на сапоги, стеганый жак и невероятно бледное лицо бастарда де Вудемон. Чавканье лопат, найденных в одном из сожженных сараев, вторил голос Филиппа. Тот, сложив руки на доспешной груди, затянул. «Дей сире! Дей силия! Солвет седум ин фавила!» Из его головы вылетело, что за упокойную положено начинать вовсе не с секвенции, а с реквием и темном доне с домене. Но, видать по всему, день гнева, что повергнет мир во прах, был сейчас куда созвучнее настроению, нежели вечный покой даруем Господи. Вилли Хренадуй, освобожденный от доспехов, сидел, связанный по рукам и ногам, привалившись спиной к буку. Прямо над ним болтались синие босые стопы повешенного, как бы намекая. Рядом сидели два лучника, пили неразбавленное вино, припасённое во фляге, и ругались. Ругались беззлобно, думая, как поделить какую-никакую монету, найденную у разбойников. Су-у-го! Раубриттер не очень-то общался. Хамил, хахмил, выдавая свои обычные рифмочки, которые словно дразнили друг друга повторяющимися окончаниями. Немец быстро утомился и скомандовал. Насук, пидагаса! Что подоспевшие лучники и исполнили. Быстро, деловито, без лишних слов. У-го! Успел начертать углём на дощечке выломанной скамьи. Здесь висит тот, кто их повесил. Каковую дощечку прицепил к шее разбойника. Вскоре Раубриттер качался рядом со своими жертвами, корчась и хрипя. Деламье похлопал его по сучащим в воздухе сапогам. Не будь говном, умрёшь как человек. Такое вот не шибко мудрое напутствие. Или пришлось бы признать, что все крестьяне в погибшем селении жили именно как говно, что, согласимся, крайне маловероятно. Но это не помешало им расстаться с жизнью крайне неприятными способами. Итак, покойники раскачивались в петлях. Вилли хренадуй дёргался рядом, а Уго отошёл от дерева. Вокруг царила суета. Пажи паковали в юки. Бойцы осматривали доспехи и оружие. А пара опытных кутелье ходили вокруг коней. Все ли целы? А если ранены, то как тяжело? На диво боевого коня потеряли всего одного. Вместе с жандармом. Все прочие отделались очень легко. Только по левой стороне груди Гнецка, любимца Филиппа, змеилась кровавая борозда, след копья, прошедшего вскользь. Отряды, или уже один отряд, собирались в скорый путь. Немец добрался до испанца и Петрония и отвёл их в сторону, почерневшему от горе дома на краю площади. Уходящее солнце пускало блики по его угольным стенам, а воздух по-прежнему оставался недвижим без намёка на ветер и монструозно вонючий. Ну что, мои непонятные друзья, прежде чем я тронусь с места, вы мне расскажете, какого дьявола здесь происходит. Ты. Он невежливо ткнул корявым пальцем в доктора и магистра искусств. Ты заплатил, надо думать, очень много. Или Петроний шагу бы не ступил из брюги. Так? Так? Испанец кивнул. За что ты заплатил? Что ты купил на это самое чёртово серебро? Это очень просто. Я, как и говорил, доктор. Я состою в весьма почтенной гильдии, старейшей во всех испанских королевствах. Наш коллега, доктор Хименес У, был недавно в ваши края. И тут он сообщает о вспышке чумы в каком-то городке. Потом описывает весьма странные симптомы и пропадает. Не скрою, мы крайне обеспокоены судьбой коллеги. И не скрою, крайне заинтересованы этой странной чумой, ибо чума наша главная задача. Мы должны одолеть её в любые проявления и не допустить повторения чёрной смерти 1346 года. Все слышавшие разом загрестились. Не было никого, чей род не хранил бы память о той чудовищной поре. Все семьи числили десятки погибших, тогда родственников. Сие есть моя задача. Меня пустили по следу доктора Хименеса, а милейший Петроний, он меня защищает. Времена нынче беспокойные, да и места тоже, как вы могли заметить. Доктор развёл руки, мол, все же теперь всё понимают. Петроний? Уго, недоверчиво поднял бровь. Видите ли, досточтимый сир. Я привык делать всё, что делаю, основательно, тем более речь совсем не о пустяках. Значит, я обращусь к лучшему в своём деле. Я навёл справки и выяснил, что для особых и деликатных поручений лучше Петрония не найти во всём Брюге и не только. Германец посмотрел в маленькие глазки итальянца, которые глядели на мир из складок жира, словно из бойниц. Петроний, расскажи, а кто может навести о тебе такие справки? Я с тобой отшагал не одну сотню лье, но посторонний человек о тебе справки. Ведь для всех ты хитрожопый кабатчик, а он, надо полагать, узнал что-то сверх того. И он ещё дышит? Хитрожопый кабатчик пожал плечами и запустил руку под стёганную куртку, буквально трещавшую на его объёмном теле, чтобы почесать то самое место, с выдающейся хитростью. Начесавшись в сласть, он вновь поднял, опустил плечи, а потом подпустил мощнейшего шептуна. Ух, вам, милейший, надо серьёзно озаботиться пищеварительным трактом и сбросить лишний вес. Вы же себя в гроб вгоняете! Воскликнул Гектор, картинно зажимая нос, словно мог расчуть ещё какой-то неприятный запах среди целого торжества вони. Так вот, Сир де Ламье будет расшаткиваться, зови меня Уго, или мы до ночи не закончим. Так вот, я член очень старой гильдии, которая имеет самую разветвлённую практику. В одном месте работает наш коллега, в другом месте наш коллег оказал помощь хорошему человеку, и теперь хороший человек к нам крайне расположен. Хороший человек знает других добрых людей, которые знают кое-кого ещё и так до бесконечности. Поверьте, если за дело взялась не одна персона, а почтенная организация, узнать можно очень много. «Даже не бегая лично в чёрном плаще с настороженными ушами, как вы могли подумать?» «Вы же так подумали?» «Неважно», — отмахнулся де Ламье. «Дальше. Первое. Ребята нашего итальянца могут легко прирезать в подворотне, могут украсть письмо или подкинуть его же. Не легче ли было за в пятеро меньшую сумму нанять полтора десятка конных арбалетчиков? Толку было бы больше. Второе. Я не очень люблю, когда за мной следят. Зачем вы ехали впереди нас и непрерывно шпионили? Причём тут мы и ваш хренов доктор, как там его менес?» На словах «толку было бы больше» глаза миндалина испанца уже смеялись, а к концу речи смеялся он сам, всем своим тощим телом. «Хе-хе-хе-хе, простите, толку? А много было бы толку даже от двух десятков парней с арбалетами вот конкретно сейчас, сегодня. Много бы они навоевали, въехав в засаду, из 70 пеших и 15 конных грабителей. Мне были нужны не арбалетчики, а именно Петроний, потому что он толковый». Итальянец приосадился и закивал головой. «Петроний берёт умом, связями и сведениями, а не грубой силой. В данных землях он куда осведомлённее меня и лучше разбирается в обстановке. Он вычислил банду мародёров задолго до того, как мы и вы с ней встретились. И парней своих бросил на помощь именно тогда, и туда, где нужно. Считайте, что мы ехали перед вами, как дальний передовой дозор». «Чего? Дозор?» «Немец аж поляшком себя хлопнул, грамухнув налокотниками Акерасу». «Нахрена? Нахрена вам нас стереть?» «Ну, вы едете в Сен-Клер, и мы едем туда же. Что там происходит, непонятно. Много вооружённых, дисциплинированных людей всегда могут оказаться кстати. Нас же всего девять человек, считая Петрония. Мы умные и шустрые, а вы большие и сильные. Таким образом мы делаем своё дело, помогая вам головой, а вы своё, пособляя нам мечами и копьями. Мне такое разделение труда представляется весьма разумным, прогрессивным и даже современным. Предлагаю и дальше работать в таком ключе». «А почему сразу не премкнули к отряду? Попросились бы по-людски, я не знаю». Заворчал рыцарь. «Не притворяйся тупицей, ты куда умнее!» Пропищал Петроний. «Вы бы вот нас прямо так, с порога моего кабака, забрали бы с собой на выполнение почётного героического задания его светлости». «А как ты узнал вообще, что мы едем и куда мы едем?» «Боже!» Итальянец расстроился и тяжко запыхтел, колыхаясь всем телом. «Пф, тюк, 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 ты точно от старости все мозги растерял. Уж какая тайна, да половили дворца с удачей на том, куда вы нацелились. Надо быть беспросветно глухим или вот таким медноголовым рыцарем, как ты, чтобы не услышать. Да после ваших посиделок с пивом и вином я могу за вас маршрут составить. Вы сейчас едете в Монс, оттуда в Шеме, а потом в Сен-Клер». «И правда». Германец почесал свой медный кевтонский лоб. «Что-то я совсем загнался. Ладно, чёрт с вами, езжайте с нами, но...» Ого взял руки в бока и грозно сдвинул брови, чтобы искупить свою внезапную рифмочку. «Вами, нами!» От покойного Вилли сразился не иначе. «Но последнее слово за шефом будет так, как он хайшит». «Ну, конечно, конечно, только шеф, только молодой господин». «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи», – сказал Петроний и гнусненько так рассмеялся. Деревню погинули в три пополудни До Монса оставалось очень далеко Поэтому по отряду вышел приказ Коней не жалеть Когда Жерар поинтересовался у немца Отчего тут не снял латы Он ответил До самого Монса не сниму После чего вперед был услым Полностью вооруженный головной дозор А при Кавалькаде осталась дежурная смена Также при всем оружии Вновь потянулась дорога А темное море Ордем разом неуловимо приблизилось Напрыгнуло, раскинув руки крылья Готовив принять путника в объятия Колонна покинула деревню Впереди маячил дозор Который Жерар шутливо окрестил передовым полком Юноша был бледен Много и очень неумно шутил Скрывая то, что его колотило как кота После боди с холодной водой Пережитое отпускало слишком раздумчиво Вот и теперь он ехал вместе с Филиппом в центре Кавалькады Позади ехал Синглер Надо признать полностью оправдавший Розданные ему авансы Насчет того, что шотландцы добрые рубаки Рука об руку с ним скакал Уго Перед Лоленом и Жераром подпрыгивали в седлах толстый и тонкий Петроний и Гектор Вот наградил Господь именами Балагурил де Сульмон, не заботясь даже, чтобы его не услышали Да еще так парно Петроний и Гектор Гектор и Петроний Не хватает Корнелия и Ахиллеса Словно возрождается, седая древности Великого Рима и Греции А мы, получается, живем в эпоху Возрождения Сомневаюсь, что арбит резящества Петроний был похож на нашего Прошептал Филипп и раскашлился, ухватившись за грудь Вот дрянь, ребра растревозил, болят Уложат меня в гроб все эти поездки Ну ты держись, дружище Сказал Жерар, как давечев, всего лишь утром по выезду из Турне После чего зоркие его молодые глаза уловили нечто за плечом друга И это нечто оказалось настолько захватывающим и интересным, что он в раз забыл о Филипповых невзгодах. Он даже перекидал правую ногу через луку, приобретя в один миг очень лихой вид и сильно подался в сторону неведомого пока зрелища. «Ты только глянь, а! Вот это чтоб меня приподняло и шлепнуло! Эх!» «Что вот это и что эх!» Спросил озадаченный Филипп, заботившийся только о том, чтобы как можно аккуратнее облегчаться в такт скорой рыси, которую подобрал отряд. «Да вон же там! А эх это, эх какая красотка! Ты посмотри, а какая стать, какие у нее грудь! Интересно, а что она делает одна посреди леса? Или ну просто совершенно, то есть совсем ню? Не иначе сбежала из нашей деревеньки, в чем матерь дела? «Надо бы помочь девушке, а пропадет! Или бы не рыцари!» Жерар так здорово голосил, что заоборачивались все, кто был рядом. «Было на что посмотреть!» Опять же, непослушные волосы, которые закрывали ее вороновым крылом при каждом движении. Она медленно шла, поминутно пригибалась, поводила руками по траве и кустам, будто собирала что-то или искала. Жерар вернул ногу в стремя и вознамерился запустить коня между носом Филиппова ездового, который негодующе заложил уши от такого нахальства, и крупом скакуна Гектора. Замысел юноши был ясен, как можно скорее добраться до лесной нимфы и всячески ее спасти. И только в этот миг до Филиппа дошла вся странность происходящего. Он во все глаза разглядывал незнакомку и никак не мог взять в толк, если она так далеко, почему же он так отчетливо различает все соблазнительные подробности ее великолепного тела. На зрение рыцарь не жаловался, но все же он не орел. Когда он понял, почему, Делален выдохнул страшное проклятие. «Клянусь течкой богоматери, чтоб меня, сраный Господь!» И за шиворот устремился целый поток мурашек. Желудок скрутило ледяной рукой, а сердце пропустило удар. Девушку было отлично видно, потому что головой она доставала до середины самых высоких деревьев. Ноги ее, как колонны, возвышались над кустарником, и каждая была больше даже рослого немца. Филипп ухватил друга за плечо. «Стой, дурак!» Прошипел он пялись на чудовищное видение. «Не смотрите на нее, идиоты! Ни в коем случае не смотрите! Пропадете! А ну быстро, голопом, передать по цепи! Уходим! Быстро уходим!» Даже не закричал, застонал Уго. Колонна всадников пустила коней вскачь. Приказ Уго исполнили все с великой охотой. Девушка осталась далеко позади. Она некоторое время смотрела вслед ульпетывающим всадникам, а после развернулась и пошла к деревне. «Что это было? Что, блять, это было?» Лязгая зубами, вопрошал Филипп, пока кони мчались мимо рощиц и перелесков, норовя оставить за собой как можно больше першей, а лучше лее. «Ответил ему Петроний, полуобернувшись в седле. Это моровая дева. Она появляется там, где слишком много смертей. Или там, где будет слишком много смертей. Правильно сказал Уго, ни в коем случае нельзя ее разглядывать и тем более подъезжать. Но очень давно мы не встречались». «Ты видел это раньше?» Воскликнул Жерар, белый, белее мела. «Нельзя про такое говорить, молодой!» – одернул его немец. «Тем более в пути». «Доктор, вы же ученый человек, скажите нам, что это и как такое возможно?» Не успокаивался Жерар. «Я, как ученый человек, говорю, возможные вещи куда страшнее, а это всего лишь дурной знак. Тень того, что может случиться. Симптом – как кашель или вулканический метеоризм нашего любезного Петрония. А за каждым симптомом стоит куда более опасная причина». «Какая причина?» – спросил Филипп, которого вдобавок к зубовному трясению пробило икота. «Хотел бы я знать, молодой человек, хотел бы я знать». Моровая дева, чем бы она ни была, монстром-симптомом самой болезнью, быстро дошла до деревни. Она невесомо ходила по окровавленной, измученной земле, ласково оглаживая трупы. Наконец она остановилась перед висельным буком на площади. Дева долго всматривалась в мертвецов, а потом одним махом порвала веревку, в которой болтался Рауб Риттер. Он рухнул в пыль. Дева подцепила ногтем, который был длиннее небольшого меча, петлю на горле, разрезав ее в один миг. Она поцеловала труп в губы, поднялась и ушла. Тело вдруг задергалось, выгнулось дугой, захрипело, засучило ногами, зашлось в кашле. А потом Вилли Хридадуй, больше известный как Вилли Смерть шлюхам, открыл глаза.